Дай почитать. И хотя она умерла в 1941 году, в 70-е годы XX века Вирджиния Волф стал одной из центральных фигур феминизма. Ее произведения переведены на более чем 50 языков мира. За несколько десятилетий до того, как эссе было написано, в 1914 году англичанки приобрели избирательное право. Может, поэтому экономическая независимость стала большой проблемой тогдашних женщин? Ведь в Англии женщина не могла самостоятельно распоряжаться деньгами. Но дело не только в этом. Столетия философы, писатели, государственные деятели пытались указать женщине на ее место. А то ведь и верно. Волос долог, а ум короток. Женщина, по мысли Аристотеля, неразвившийся эмбрион мужчины. Женщина не способна ни на что, кроме деторождения, да и вообще по сравнению с мужчиной. Женщина умственно отсталая, и у нее единственная функция – увеселительная. Но даже дело не только в этом, милые женщины. Ответьте, почему вы не открыли закон Ома, Америку, закон всемирного тяготения, не расписывали Сикстинскую капеллу, не проектировали купол Святого Петра, не удосужились написать «Одиссею» или, на худой конец, «Ромео и Джульетта». А вообще, хватит ли у вас сил идти против общественного мнения? Но даже если вы пошли наперекор всему, достаточно ли у вас средств финансовых, чтобы быть экономически независимой? Женщина постоянно боролась с предубеждениями вроде «ты не сможешь или у тебя не получится», доказывая их неправоту. И доказала. Но все равно женщине посвящены тысячи стихов, а в истории не сказано ни слова. И как не согласиться с простым и истинным утверждением Вулф у каждой женщины, и если она собирается писать, должны быть средства и «Своя комната». Вулф пишет чудесно. Прочтение книги «Своя комната» займет максимум полтора часа. Но это наслаждение. Джейн Остин, Шарлотт Брантеа пишут свои романы в шумных гостиных отцов. Но пришла пора, и если женщина получает 500 фунтов в год и имеет отдельную комнату, то она обязательно напишет потрясающую книгу. Вулф бесстрашна и принципиальна в своей комнате. И как никогда актуальна. 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!